друзья здравствуйте давно не снимала видео это отправки были получения поэтому сейчас снимаю про моих малышей многие спрашивали как себя чувствует такие вот уже репыши это гибрид большие листики корешка здесь просвет не вижу раз чувствуете хорошо значит все нормально они тоже разные есть например вот поменьше тыкнула тоже как видите растет достаточно хорошо давианы первые которые рассаженные были они кстати бирочки все видно тоже смотрите да очень быстро растет очень по уходу и тут вот даже вот можно видеть корни до низа почти доходят вот как вы видите состояние вот это вот почти мокрая влажная и стараюсь держать их в таком состоянии то что дети и нужно им немножко другие условия чем взрослым растением вот еще какая малышка друзья тут одного видно растения но пошло несколько рустиков тоже гибрид этот по влажному этому содержанию поливая их и даже сверху могу полить из душа могу просто в поддон налить водички чуть-чуть и не впитали но это я в поддон чаще наливаю когда холодно боюсь чтобы не загнила верхушка когда тепло достаточно вот сейчас солнечный день теплицы до 25 градусов как и на улице я могу полить их сверху даже не переживаю что окна открыты движением воздуха и любая влага где скопилось она уходит вот даже был растение отдельно отставленная я думала выкинуть его потом думаю что пусть останется а вдруг и вот это вдруг случилось начал расти камера плохо фокусируется это максима голубая и я сделала как-то на ней второй лапачок накрывает то есть почему подальше чтобы поливая очень редко и со шпринцовки по удобрениям я где-то через полив удобряю 10 52 10 петерсом стартер для малышей и они вот хорошо на него реагируют вот такой вот маленький обзорчик ну и добавим сюда видео обзор по просто по теплице это котлея у меня rex мраморность ростики тут хорошо растет вонхет это дальше здесь вчера пересадила довиана из меньшего горшков больше потом там ширина на гибрид экландия есть тоже всякие довиановский гибриды в горшках уже достаточно крупная думаю уже со следующего года будет свести это у меня довиана розита мощный рост в теории может даже с него зацвести ну чисто в теории я надеюсь тоже в глиняном горшке внутри коралл сверху мог поливая по просушке конечно не заливаю дальше это меня довиана квадорская пока движение я никакого не вижу и не поливая просто по листикам несколько раз опрыскивала за все время это раз в неделю боюсь боюсь довиановский гнили здесь у нас монстры морковки даже цветонос это носит вот корни как называют полу гидропоника стоит в кашпу в нем горшок но вниз кашпу я наливаю воду так поливается также все морковки меня так и растут здесь у меня отдельно далеко кажется что он такой маленький это огромная корзина бульбаш элизабет н но все что там не растет растет и последний год она не хочет свести не знаю может в этом году порадует вот здесь что-то ростик похож но очень похож на цветонос кругловатое может все-таки порадует это у меня дендробиум ладигезе разросся в этот раз хорошо не роз скажу почему достаточно сухо ему было а а сейчас он он сидит вот внутри корзина металлическая и во внутрь как это кашпу тоже наливаю воду он почти постоянно мокрый и в этом году он разросся вот замечательно поэтому не дополивала и вот от этого не рос здесь дендробиум фармери здесь у меня такие орхидея арундина как еще называют из головы вылетел тростниковая орхидея и вот здесь вот вот она растет растет и вверху должен появиться цветонос красивые растения они вот в тропических странах у них вот растут как живые изгороди посадила в большой горшку горшок полевая редко это у меня грамматофилы с кайвани которые привезены корни нарастил вот рост сейчас растет что-то в росте даже черная а нет это кора не страшно посажена в крупную архиату корни хорошие вот он с такой бактериалкой его и получила обработала не знаю пока надеюсь что на росте его не будет то дендробиумы здесь у нас что анселия красивая тигровая который дальше цветы цветы пурпура то моя большая стрята это у меня на блоке сидит специоза умерия специоза пыталась растить цветоносной его сбросила тоже тяжело содержать блоках там вода внизу тут блок поэтому часто мокрый дальше дальше дендробиумы они не обычно в одной стороне все стоят дендробиум фаленопсис цвести будут это дендробиум специоза очень интересно растет растение конечно монстр тяжелющий субстрат чуть не упал вот такой вот красавчик корни сидит там камни вулканическая лава что там еще кора то есть очень такой тяжелый субстрат я даже не думала бы если при этом человек который этим занимается любитель дендробиум специоз но не подсказал как правильно его посадить это тоже относится артист серии но я думаю что все таки это не артист то что цвел ну и не по сорту он процел то гибриды мини дендробиум специоза такие но тоже еще не цвели но уже тоже цвести если мы сравним маленьким дендробиум что дальше у нас тут еще идет дендробиум настоящий красавчик стерлась дырочка хильдапоксон акклиматизировалась толорустик корешочки нарастила на что-то второй вид на листик нехороший главное сформировала пусть маленькую будет жить здесь у нас моя старая реально вот что с ней делать конечно я уже ума не приложу что как ее посадить потому что ну вот корзина это все хорошо наверное придется бесщадно и кромсать но так хочу чтобы она еще раз процветла очень красивенько так там у нас ай не поставила поставила поставил корзину и жилища он только палит он сидим дженисиану вырастил бульбы бразильский сидель и вполне что уже скоро даст цветонос мокрюще правда надо просушить оставить другом месте котлеи слойники много чего цвести будет особенно гибриды что-то у нас по цветоносам попробую показать какие-то камеры тяжело подлезть мой взрослый как она называется мазелк и хочу чтобы она процвела есть разные другие котлеи видовые цветонос растет великолуре по свет видно это у нас портурата я думаю что это все-таки шиллер на портурату потому что внешне растение именно так вот выглядит так сейчас попробую найти этот цветонос мой зеленый уголок здесь у меня есть такой красивая ваниль лиана я за натом поднимается растет это ваниль империале я покупала ее в италии от росточка в 20 сантиметров но задорого и вот начинка разрослась вот она кстати дальше ползет и направляю не очень красивые цветы размером с котлейные это бульбаш линопсис пока не цветет достану покажу конечно монстр просто ну по-моему и цветы не нужны но так красиво чтобы такие бульбы яблоки настоящие не то что орехи надо тоже будет пересаживать делаю корзинку больше просто эту корзинку поставлю у нее здесь у нас ванильки разные меня их ваниль и три вида утра 1 1 идут империале и это найти без названия все слоне поле тоже это дело это бразиль старт нет не бразиль старт и бирка стерлась голубая сибрис потом это большая у меня анклео у меня цветет каждый год это все вместе этот kiss morning glory это по моему white spike panda интересно будет у меня цвести или нет чехол засох скорее всего нет так дальше 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 это у меня магия рафаэля хорошо климатизировалась корешочки ростики чехлы еще рост жирный лезет так здесь у меня пурпурато новый корешочек до мексиканская это корнея там какой-то красивый буквал корней потом взяла себе хотел сама есть корней этот дурига растет их оглотис дальше тоже особо ничего интересного интересно конечно все наверху снимать это проблематично очень крупные растения это место не занимает это будет цвести цветоносы концепс большая это пурпурато ламео тоже будет цвести это красиво сантандре крупная лошадка это то что давиана на пурпурато цвела но пока цветоносы она не растит может быть к весне растить может еще и в зиме наконец-то дуриган будет цвести вот этот рост пустой чехол а вот рядом она вырастила от этого же роста и здесь уже растут бутончики достаточно активно растение не невысокая компактная интересно посмотреть ботва цветок боюсь так это как она дипьяна красавица рост и скорее всего этот рост и цвести будет но как так как она цвела весной скорее всего весной она и будет цвести это фольклорика крупная но тоже не могу договориться с ними цветение буду в этот раз сушить ее потому что в родителях спецелуза чистая будем играться вот сейчас я не поливаю двинулся рост почка и попробую ее не поливать вот формирование вот этого вот выхождение цветоноса ну смотрите какое шикарное растение шикарный корневая цвестина не хочет значит но вредное будем пробовать вот эти почки на сухую и пытались расти пока оставлю потом повешу вот эта котлейка будет цвести это очень маниана типовая тоже в чехлах растут буквально дендробиум такой страшненький был когда пришел еще нарастил это цвета туситада недавно увидела видео от Светланы где она показывает цветение сейчас я достану ее тоже есть такое растение на Мореево-Лисе это очень крупное наверное все таки к семейству анцеллогиновых относятся все хочу чтобы оно конечно зацвело очень потрясающие цветы оранжевого цвета и пока все никак пока мы просто наращиваем массу надеюсь на цветение это у меня здесь кориантес кориантес макандра тоже пока не цвел но очень жду здесь у меня гонят цветоносы кориантес сейчас покажу этот кориантес специоза мне так интересно гонят цветоносы он не опускает их вниз а вот он вот он бутончик сфокусировалась камера тут два бутончика выходит будет цвести так дальше тут у меня башмаки немного их осталось хочу немножко тут пока увидела башмак не башмак это у нас фрагмепедиум беси многие знают что акклиматизируются плохо пришел почти без корней я поставила его в воду и наращивала корни в воде потом я обернулась мокрым мхом и вот мокрым мхом постоянно поддерживаем в мокром состоянии чтобы он нарастил корни и вот пошли два новых хростика и розетка я надеюсь все таки я его выхожу и сделаю вывод что башмаки если нет корней они наращивают корни в воде главное потом их посадить не в кору а в мокрый мокрый мох и держать для наращивания корней дропиумы мои башмаки кстати будут свистеть вот он стоп-листик это башмак белотулум дальше это фрагмепедиум это по-моему кабачино-шлины тоже фраги надо держать только мокрыми тогда они растут только пересушить и сразу раз листик подсушил там за ним башмак это башмак вот уже наверное magic lanter красивый цветет но что-то вот в прошлом году он взял выгнал цветонос и он его засушил было жарко сейчас нарастет думаю зацветет красиво если одновременно вот несколько розеточек зацветет будет полянка скатер попала лекаста лекаста мисс нет лекаста киама мисс коба японочка скажу вот было прошлое цветение у него цветы были более округлые это было прошлогоднее цветение было летнее цветение цветы были просто ужасные ужасно бледные некрасивые сейчас цветок яркий но цветок вытянутый вообще вот сколько у меня было лекаст ни одна ни разу не процвела одинаково даже белая лекаста которая у меня есть которая постоянно цветет она может вытягивать цветы как вот эта форма а может у нее были фотографии где цветы круглые красивые я не знаю с чем это связано можно посмотреть когда они цвели но вот интересно цвет у нее красивый в этот раз летом даже не фотографировала было настолько страшно там у меня стоит большая ну вот по метражу это где-то уже полтора метра это кто это так пошла я бирку искать не помню собрали имеет такие котлейные цветы крупные но еще не цвела вот это собрали это что розовая имеет самый самый крупный цветок но она и очень крупная тоже разрослась здесь у меня целогинка осамика стоит специально поставила чтобы влажно хорошо наращивала корни здесь у меня мой поддом с чем только тут нету сюда кидается самые реанимашные растения это моя реанимация цитрина на цикле и вот только у меня на блоке получилось ее наращивать корни корни нарастились гростики дала а так вот сколько вот считала ничего не помогало вот видите бульбы измельчила за то время акклиматизации так это кто опять бирки нет эпидендром попрокс по-моему да это нет мой бульбашек бульбашка есть рефрактинав вот бульбочки хошный блок тут естественно поселились соседи хороэлия бульбашек ну самая мелочь что либо она сдохнет либо она здесь выживет такой красивый рост вырос бульбашек вон еще идет один ростик и вот еще один ростик сейчас попрохладнее ночами поэтому активизировался так морковочки понаращивали росты хорошо пошли в рост ну что-то вот чипсы мох вот мне больше конечно понравилось если взрослая морковка большая то ее можно в чипсы а если как бы нет корней конечно в вонхе лучше наращиваются корни тут у меня на полу стоит большая клюмерия вот пришла с цветоносами но пока еще у меня не цвела здесь твой большой ну на полу пусть живет здесь фареноптицы никакие остались еще ну здесь стол такой более пустой а и вон еще хочу показать добиаму которая 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 вот пытаюсь от нее найти корешочки пока еще корешочков нету но корни живые есть я ее кое-как опрыскиваю был рост рост не очень хороший я его срезала была на нем гниль здесь новый ростик идет ну вот пока она акклиматизационная стоит в простом горшке ну в общем такой небольшой обзорчик у растения пока-пока пока пока Продолжение следует...